Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Сегодняшнее видео мы сегодня варим камамбер для себя, но сегодняшнее видео будет не о сыре. Очень часто в комментариях вы задаете вопросы, касающиеся биохимии молочных процессов, поэтому мы с Ларисой решили подготовить несколько видео, которые будут касаться. Первое видео сегодня я расскажу о молоке, о основных, немножко истории, о основных биохимических процессах, происходящих в молоке. И самое главное, что нас интересует, простыми словами расскажу о сыропригодности молока. То есть как правильно выбрать молоко, как работать с молоком. Ну вот основные тезисы, основные моменты. Следующее видео будет о заквасках и третье видео будет о ферментах. Также о дополнительных ингредиентах, которые мы используем в сыроделии. Если вы хотите узнать еще о чем-то, пишите в комментариях, я тоже подготовлю материалы. К этому видео я подготовил на основе нескольких книг, такой достаточно объемный материал. Тут у меня 8 страниц мелким почерком, мелким шрифтом. Если вы захотите более... Я сейчас расскажу достаточно сжато, чтобы не делать очень длинное видео. Если вы захотите ознакомиться с этим материалом, вы сможете найти его в нашем текстовом блоге, в кулинарном блоге. Ссылку на этот блог я размещу в описании видео, чтобы вы смогли просто из описания перейти и посчитать, друзья. Итак, начнем с краткого исторического обзора. Древние люди начали приручать скот и приручать с целью получать от него молоко по непроверенным источникам около 5000 лет назад, то есть 4000 лет до нашей эры. Но через какое-то время эти же древние люди обнаружили, что молоко достаточно долго не хранится. Это достаточно скоропортящийся продукт, но обнаружили такую интересную особенность. После того, как молоко скисает, если его отжать, получается интересный продукт, который мы сейчас называем сыром. Или в странах СНГ мы называем еще творогом. Также обнаружили, что если этот продукт немножко посолить и скатать в шарики или в тонкие пласты, его можно высушить на солнце, и он хранится очень долго. На сегодняшний день такой сыр, вот такие вот сырные шарики, где-то диаметром 2-3 сантиметра, мы пробовали в странах Средней Азии. Его, ну там, где, допустим, в Киргизии, да, допустим, в Киргизии мы были на пике Ленина и запасались этими шариками, они очень питательные, очень вкусные для экспедиции вообще и совершенно не портятся. Также древние охотники, выходя на охоту, убивая животных, молодых животных, животных, которые еще пили молоко матери, обнаружили интересный эффект. В желудке молодого животного, там, молодой козы или молодого там тура какого-то, который еще не пробовал обычной растительной пищи, образовывается интересный сгусток, который мы сейчас называем сычужным сыром. Вот с этого, собственно говоря, началась история сыроделия. Есть легенда одна, с чего же началась история сыроделия. Легенда гласит следующее. Молодая пастушка взяла, выходила пасти стадо, стадо каких-то животных, там, козы или овец, неважно. И в курдюке, сделанном из желудка молодого теленка, взяла с собой молочко. Взяла какие-то там пирожки, наверное, может, и не пирожки, может быть, и роды, непонятно, что она взяла. И взяла молочко в курдюке, сделанном из желудка. Вышла, сложила это все где-то под деревом, пошла пасти своих коз. Тут началась сильная гроза, она забыла об этом благополучно, ушла домой, угнала стадо домой. На следующий день пришла, зная о том, что у нее там есть какой-то обед, хотела налить себе молочка из желудка и обнаружила, что там уже совершенно не молочко. А там образовался сырный сгусток, который мы тоже сейчас называем сочужный сыр. Вот, не знаю, легенда, официальная история, неофициальная история. Очень часто встречал этот рассказ, ну, его пересказал вам. На самом деле, что происходит? В четвертом отделе желудка млекопитающих животных, причем абсолютно всех, людей тоже, образовывается особый фермент, который при определенных условиях сквашивает молоко и превращает его в сырный сгусток. Этот фермент мы называем сычуг. Причем, интересный факт, то есть этот фермент содержится, как я уже сказал, в желудках всех млекопитающих, но как только животное или человек начинает питаться, ну, допустим, возьмем животное, начинает питаться, прекращает пить молоко матери, а начинает питаться травой, то этот фермент пропадает. Поэтому, вот, говорят, что взрослыми особями, там, взрослыми животными, взрослыми людьми молоко не переваривается. Действительно, оно не переваривается, потому что этого фермента, сычуга, в желудке уже нету, и мы не можем нормально переварить молоко. Так же, как и коровы, так же, как и кошки, там, собаки, вот, часто говорят, кошкам нельзя давать свежее молоко, надо только скише. Вот таким вот образом люди обратили на это внимание, начали высушивать этот четвертый отдел желудка, раскрашивать его, крошить, раскрашивать, крошить. После высушивали, засаливали, потом крошили, и таким образом начали делать натуральный молокосвертывающий фермент, который мы сейчас называем сычук. На самом деле, этот сычук, ну, считается самым лучшим молокосвертывающим ферментом. Есть еще несколько вариантов. Так же, молочный сгусток хорошо образуется при попадании семян чертополоха и соцветий, соцветий шафрана, сока фигового дерева, и под воздействием фруктового уксуса. Ну, в принципе, под воздействием любой кислоты образовывается, мы об этом проговорим, образовывается молочный сгусток. Этот эффект сейчас мы называем коагуляцией молока или образованием молочного сгустка. Давайте попробуем разобраться, как выглядит процесс приготовления сыра. То есть, укрупненно весь процесс выглядит совершенно одинаково. Сейчас я расскажу, как делятся сыры. Я нарисовал таблицу, сделаю эту таблицу, ну, в каком-то более-менее приличном виде. Сейчас она пока нарисована от руки. И размещу ее тоже в текстовом блоге. Итак, процесс производства сыра делится на несколько основных этапов. Очень укрупненно, потому что, ну, каждый рецепт немножко отличается. Первое – это подготовка молока. Подготовка молока, ну, по большому счету, это сквашивание, это начало процесса скисания молока. Вообще, сыры можно, ну, о бактериях чуть позже. Второй этап – это формирование сгустка. На втором этапе мы… В подготовку молока, естественно, входит нагрев. На втором этапе мы формируем сгусток. Формируем с помощью добавления молокосвертывающего фермента. Сейчас мы используем не только сычужный фермент телячий, также используем пепсины, это свиной фермент, куриный фермент. В общем, разные используются. Используем бактериальные ферменты и используем растительные ферменты. Ну, вот, на мой взгляд, мы предпочитаем с Ларисой растительные ферменты, они самые прогнозируемые. Хотя самый вкусный сыр по всем теориям, по всем данным, получается именно из сычужного фермента. Потому что, по той причине, что, ну, все-таки, это натуральный продукт, и, ну, не знаю, по какой причине. Самый вкусный сыр, на самом деле, не знаю, по какой причине, но самый вкусный сыр получается из сычужного фермента. Но с сычужного фермента есть ряд недостатков. Он очень капризен к микробиологическому состоянию, то есть к попаданию в него всяких посторонних бактерий. И также он очень чувствительный к температурам. То есть сычужный фермент надо хранить при определенных температурах. Если в процессе пересылки маленькие порции, допустим, продавец расфасовывает маленькие порции сычужный фермент, в процессе пересылки он где-то нагревается, пока его везет машина, уже мы получим нестабильный, неплотный сгусток. Далее, следующий этап – это постановка зерна или формирование зерна. Вот сыроделы называют это постановкой зерна, когда мы режем сгусток. После этого следующий этап – второе нагревание, если оно предусмотрено рецептом. И далее отделение зерна от сыворотки, формирование головки сыра. И последний этап – уже созревание. То есть формирование, естественно, тоже предусматривает, если необходимо, прессование, если этот твердый сыр будет выдержанный. Но, в общем и целом, укрупненная схема производства сыров выглядит следующим образом. Теперь по поводу классификации сыров. То есть я прочитал с десяток книг про сыроделие, о сыроделии, наверное, а может и про сыроделие, неважно. Не нашел нигде какой-то единой классификации сыров, поэтому сделал на основе полученных материалов, я сделал свою таблицу. Сейчас пока она выглядит вот таким нелицеприятным образом, но Лариса мне пообещала помочь, сделать красивую табличку. И если захотите ей ознакомиться, в текстовом блоге я размещу фотографию. Итак, сыры у нас делятся, основные все сыры делятся на плавленые сыры, сычужные сыры. Сыры, которые мы получаем с помощью ферментативной коагуляции сгустка, то есть добавляем сычужный фермент, либо любой другой молокосвертывающий фермент. И сыры с молочнокислой коагуляцией, то есть когда у нас молоко скисает само по себе. Вот, в свою очередь, первое, плавленые сыры. Плавленые сыры обычно, ну вот по технологиям везде написано, что плавленые сыры делаются из отбраковки сырного производства. Но не отбраковки по качеству, а отбраковки, как правило, по внешнему виду и по форме. Допустим, там головка имеет какие-то эстетические породки, ее пускают уже на плавленые сыры. Плавленые сыры бывают, ну, в принципе, их делают как из сычужных сыров, так и из сыров с молочнокислой коагуляцией. То есть, чтобы было понятно, из плавленых сыров и из порога можно делать плавленые сыры. Бывает он, по типам различается на ломтевой, колбасный, пастообразный и сладкая группа плавленых сыров. Вот 4, я смог выделить 4 основных группы плавленых сыров. С сычужными сырами все значительно сложнее. Я буду читать, друзья, ну, как бы подглядывать свою табличку, потому что информации очень много. Заучить ее можно было, но я ж не в школе. Итак, сычужные сыры делятся на 3 группы. Твердые, полутвердые и мягкие. Давайте разбираться по порядку. Твердые сыры в свою очередь делятся на терочные сыры, то есть сыры, которые нельзя нарезать, яркие, которые используются в приготовлении блюд, используются как приправы. Яркий пример такого сыра, всем известный, это пармезан. То есть мы не можем нарезать его ломтиками, положить на бутерброд. Этот сыр относится к категории терочные сыры. И твердые сыры делятся на вторую категорию ломтевые. Например, голландский, который, в принципе, твердый, но его уже можно нарезать ломтиками, положить на бутерброд. Это сыры твердые, с высокой температурой второго нагрева. Также есть твердые сыры с низкой температурой второго нагрева. Ну, например, гауда и чеддер. Это тоже ломтевые сыры, но готовятся твердые ломтевые сыры, готовятся с низкой температурой второго нагрева. Далее, полутвердые сыры. Опять же таки, полутвердые сыры делятся на несколько групп. Ну, в первую очередь, это всем известный нам российский сыр полутвердый, с низкой температурой второго нагрева. Дальше плавленые сыры идут. Плавленые сыры или сыры паста филата, что в переводе с итальянского означает плавленый сгусток. Основные представители этих сыров известные, это моцарелла и сулугуни. Третья группа в разделе полутвердых сыров, это рассольные сыры. Тоже всем известные примеры, брынза и фета. Третья группа сычужных сыров, ну, на самом деле, если разбираться, можно разделить на большее количество групп, подгрупп. Ну, вот я для себя сделал такую, для себя, для общения со зрителями, сделал такую условную таблицу. Может, она, на ваш взгляд, будет очень укрупненная. Но это мое мнение, по крайней мере, я его высказываю. Итак, третья группа сычужных сыров, это мягкие сыры. Мягкие сыры, в большинстве случаев сычужные мягкие сыры, это сыры с плесенью. То есть, есть отдельные представители мягких сыров, не плесневых, но в основном это сыры с плесенью. Вот мягкие сыры я разделил на три вида. Первые сыры, это с белой плесенью, пенициллином, кандидиум. Яркие представители бри и камамбер, которые мы очень любим. Кстати, что вот интересно, сейчас в крафтовом сыроделии, ну, и, собственно говоря, в промышленном сыроделии, плесень, пенициллином, кандидиум, она добавляется в виде выделенного порошка. То есть, мы добавляем порошок, бактерии, споры этой плесени, и они добавляют молоко, и они растут на поверхности сыра потом. Ну, естественно, проникают вглубь, плавят сыр или не плавят, в зависимости от рецепта. Так вот, что интересно, пенициллином кандидиум, он живет в самом сыром молоке. То есть, по большому счету, есть технология, я хочу ее опробовать, но об этом будет отдельное видео тоже, приготовление камамбера без внесения плесени, с выращиванием именно на кефире, буду выращивать пенициллином кандидиум и заселять его в молоко. Но это отдельная тема. Следующее, это сыры с голубой плесенью, пенициллином рокфорти называется. Тоже интересный факт, пенициллином рокфорти, сама эта культура, эта плесневая культура, она живет на черном хлебе. Если вы замечали, если оставить там уехать куда-то, оставить при обычной комнатной температуре, на пару недель обычный черный хлеб, на нем появляется пушок зеленой плесени. Вот это вот и есть пенициллином рокфорти. Плесень, которую мы выделили, ну не мы, а в производственных, раньше ее заселяли, действительно в сыры заселяли с черного хлеба. Сейчас ее выделили в отдельный порошок, в отдельную культуру, и мы ее заселяем при приготовлении таких сыров, как допустим рокфор, как дурблю и так далее. Третья группа – это слизневые сыры. Сыры, которые вызревают под корочкой слизи. Очень сложные в изготовлении, мы еще пока не брались за это, но обязательно возьмемся, и обязательно на нашем канале, если вы будете оставаться с нами, вы увидите слизневые сыры. Итак, последняя группа сыров, большого раздела сыров, это сыры с молочно-кислой коагуляцией. То есть сыры, которые при образовании сгустка, мы не используем фермент никакой. Сквашиваются они, сгусток образовываются за счет действия молочно-кислых бактерий, содержащихся в молоке. Кстати, вот опять же такие, в промышленном приготовлении используются промышленные закваски. В крафтовом приготовлении сыров мы используем сейчас закваски, то есть те же молочно-кислые бактерии прямого внесения, то есть в виде порошочка, высыпаем их прямо в молочко. А все эти бактерии, они уже есть в сыром коровьем молоке. Они в нем живут и совершенно спокойно развиваются. И термофильные бактерии, и мезофильные бактерии, которые и пропионово-кислые бактерии, которые нужны для приготовления сыра, они в молоке есть. Просто надо обладать большим опытом для того, чтобы правильно дать рост тем или иным бактериям. Ну и яркие представители сыров с молочно-кислой коагуляцией, это обычный творог, известный всем нам. Также такие сыры, как филадельфия, маскарпоне, которые тоже мы все знаем. Вторая подгруппа сыров с молочно-кислой коагуляцией, сыры с термо-молочно-кислой коагуляцией. То есть сыры, которые мы нагреваем и вносим кислоту. Яркие представители, как вы знаете, это сыры брюност и рикотта. Ну вот в моем видении общая классификация сыров выглядит примерно так. Пойдем далее. Сколько слов хочу сказать о качестве молока. Естественно, самое качественное молоко, которое получено от здоровых животных, пасущихся на пастбищах. То есть при зимнем искусственном скармливании молока мы получаем немножко хуже качества молока. Но все равно оно сыропригодно. Итак, качественное молоко для приготовления сыра. Это молоко, полученное с помощью, вернее, от здоровых животных, пасущихся на пастбищах, желательно с применением ручной дойки. Это молоко не пастеризованное, это молоко не гомогизированное, я об этом расскажу позже. И это молоко достаточно свежее. То есть, если мы берем молоко, допустим, которое было пастеризованное, получено с помощью машины и дойки, пастеризованное и хранилось неделю в холодильнике, то мы можем получить сыр. И я расскажу, как мы можем это молоко подготовить немножко попозже. Но это молоко, оно теряет уже свои свойства сыропригодности. То есть самое идеальное молоко это молоко от здорового животного, которое пасется, ест травку, которого подоили вручную и это молоко свежее. Оно не было сильно переохлаждено, оно не было пастеризовано или термизовано. Есть такой термин термизация молока. Тоже расскажу об этом немножко попозже. И это молоко достаточно свежее. Какие же есть еще факторы, которые влияют на сыропригодность молока? В первую очередь это фальсификация молока. Вы, наверное, слышали, что на рынках очень часто молоко добавляют соду или так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Аммиак, да. Для того, чтобы оно казалось более плотным, более свежим. Для чего вообще это делают? Ну, чтобы оно не скисало. Не скисало? Ну, наверное, да. Оно, вот когда в жиру, это делают в основном в жиру, и оно не скисает, оно просто горкает, ну, горклое. Ну, оно сгнило, начинает гнить. Начинает гнить. Это молоко, в которое добавили соду или аммиак, оно совершенно непригодно для приготовления сыра. Следующее молоко, это молоко, разбавленное водой. Тоже такое встречается. К чему я это все говорю? К тому, что, если вы занимаетесь крафтовым сыроделием, и вы хотите сделать качественные сыры, желательно в лицо знать саму корову, но хотя бы знать хозяйку. Ну, или корову, или козу, какие сыры вы делаете. Третий фактор, это антибактериальные добавки, попросту антибиотики. Если в молоко хозяйка или фермер добавляет антибиотики, добавляют, я слышал, читал какие-то моющие средства для того, чтобы молоко не скисало. Но самое важное, это антибиотики. Сыр у вас не получится 100%. Если в молоке есть... Вы, смотрите, уже ничего не сделаете. Если в молоке есть антибиотик, в принципе, при нагревании 90% антибиотика вроде бы как распадается, но он убьет всю среду, все молочно-кислые бактерии, сколько бы вы их в это молоко не вносили. Это молоко не скиснет, мы не получим нужного эффекта, а получим... Оно просто не скисает, а загнивает. Вот такой вот эффект получается. Очень часто мы снимаем с молока сливки. И вот спрашивают, почему вы снимаете сливки? Вкратце попытаюсь объяснить это. На самом деле, действительно, ну какое молоко использую? Цельное или обезжиренное? Цельное молоко, с которого не сняты сливки, оно значительно лучше для приготовления сыра. Сыра получается, в первую очередь, больше. Во вторую очередь, он получается более вкусный. Ну и, собственно говоря, работать с ним легче, густко больше. Лучше всего делать сыр, практически любой сыр, из свежего, цельного молока, не снятого. Есть некоторые сыры, допустим, бри, в которые мы добавляем, наоборот, добавляем дополнительные порции сливок для повышения жирности. Так вот, что касается сливок. Мы их снимаем для того, чтобы получать... Мы снимаем не все сливки, как вы заметили в наших видео, мы снимаем половину поднявшихся сливок. Вторую, ну, часть, нельзя сказать, половину мы снимаем какую-то часть, потому что, естественно, делаем это на глазок. Делаем это для того, чтобы готовить домашнее масло и сметану. Вторую часть, вторую часть сливок мы размешиваем. Важно знать, что если молоко простояло больше двух суток, эти сливки отделились полностью. Я сейчас расскажу о процессах, которые происходят в молоке. Вот. Эти сливки отделились полностью, тогда их надо снимать однозначно, потому что они уже не перемешаются. Эти сливки, это уже чистый жир, они уже не свяжутся, не свяжутся с белками в молоке, и тоже у вас получится дряблый совершенно. То есть, если у вас молоко простояло несколько дней, сливки конкретно поднялись, вот, получилась такая уже сметана сверху, снимайте их, даже не задумываясь полностью, потому что вы испортите сырный сгусток. И вот откуда же берется этот сырный сгусток? Кажется, молоко, молоко, ну, водичка себе и водичка, а молоко имеет некоторую долю сухих веществ. Стандартно, сухой остаток молока, то есть, если его полностью выборить, коровьего молока 13%, козьего, овечьего, немножко больше, там, 13,5% и 14% соответственно. Вот этот сырой остаток, вернее, сухой остаток, эти 13% и составляет сырную составляющую. То есть, мы всегда говорим, что если мы получили от изначального веса молока 10% веса сыра, свежего, когда он только приготовлен, грубо говоря, если мы из 10 кг молока получили килограмм сыра, то это хороший результат. Куда же девается 3%? А 3% остается в виде молочной, вернее, сырной пыли. Они остаются в сыворотке, мы просто не можем их отделить. Но, есть один метод, мы можем потом сделать рикотту. Это и получится. Рикотта, вот, нам даст те 3%, которые у нас не ушли в основной сгусток. Или сделать брюнос. Ну, в брюнос надо добавлять сливки, то есть, брюнос это отдельный сыр, очень замороченный. У нас есть видео, можете посмотреть. Итак, при обработке молока 10% молока, если мы все сделали правильно, то есть, мы можем получить и 8, и 8,5, и 9% по весу, то есть, 10 литров, 950 грамм, допустим, сыра. Это тоже хороший результат. Оставшаяся часть у нас осталась в виде сырной пыли в сыворотке и мы можем с помощью термокислотной коагуляции сделать рикотту, то есть, подогреть, добавить уксуса и собрать это оставшееся сухое вещество. Состав коровьего молока в процентах, вода 87%, белок казеин 3,3%, белок альбумин 0,4%, лактоза 4,8%, жир 3,8%, но все эти цифры очень средние. Итого у нас получается вот всех этих составляющих за исключением воды 13%. Теперь расскажу очень об одном интересном моменте называется бактерицидная фаза молока. Почему мы всегда говорим о том, что молоко надо выдержать, оно должно но нельзя использовать и не получится сыр из свежего только что надойного парного молока. Все очень просто. Природа позаботилась о том, чтобы молоко находясь в имени матери не скисало. Так как вымя оно же имеет каналы, через которые могут попадать бактерии какие-то. Молоко имеет естественные антибиотики. И вот эти антибиотики после надоя они в молоке, то есть молоко не может скиснуть какое-то количество времени. У меня есть табличка опять же таки по времени. Я расскажу при температуре 37 градусов бактериоцидная фаза, то есть вот эти антибиотики живут 2 часа. С падением температуры бактериоцидная фаза удлиняется при 30 градусах 3 часа, при 25 градусах 6 часов, при 10 градусах 24 часа. И вот мы используем эту формулу 24 часа 10 градусов для того, чтобы подготовить свежее молоко к сыроварению. То есть за вот эти 24 часа при 10 градусах мы молоко не нагреваем, потому что допустим при 30 градусах кажется можно за 3 часа пройти бактериоцидную фазу. Но тогда опять же мы нагреем молоко заранее и у нас начнут в нагретом молоке начнут происходить неконтролируемое разношение как только бактериоцидная фаза закончится. А вы же понимаете, что это не ровно 3 часа, это плюс-минус. Мы не знаем какой плюс-минус. Начнут интенсивно развиваться молочно-кислые бактерии, причем все, которые есть в молоке. И соответственно мы получим непрогнозируемый результат. Поэтому используем 10 градусов температуру, но это оптимально. Плюс-минус особого значения плюс-минус 2 градуса особого значения не имеет. И 24 часа. За 24 часа антибиотики перестают действовать естественные. Ну, я их так называю антибиотики. Это на самом деле не антибиотики, это бактерии, которые не дают молоку прокиснуть в имени матери. И в молоке начинают развиваться молочно-кислые бактерии. Далее в крафтовом сыроварении мы используем закваски прямого внесения. Это те же молочно-кислые бактерии, но они выделены, выделен определенный вид, потому что здесь 20 видов молочно-кислых бактерий. В промышленных условиях выделяют определенный вид, нужный только для этого сыра. Допустим, если это мизофильная культура, низкотемпературная, то это могут быть бактерии обычные мизофильные, могут быть бактерии газообразующие, могут быть бактерии пропионово-кислые. То есть вот так вот по количеству образования газа в процессе жизнедеятельности бактерий. Обычные мизофильные бактерии, они практически не выделяют, кстати, эти бактерии, они все анаэробные, то есть они в сыре, когда мы уже запечатали полностью сыр, эти бактерии продолжают жить и формировать вкус сыра. Вы не думаете, что вы сквасили молоко и все, на этом работа бактерий закончилась. Они продолжают жить, продолжают формировать вкус, в процессе созревания. Аромообразующие или газообразующие молочно-кислые бактерии выделяют в процессе своей жизнедеятельности уже запечатанные головки, небольшое количество газа. Мы получаем сыр с маленькими глазками, например, российский. Ну и пропионово-кислые молочные бактерии, это бактерии, которые в процессе жизнедеятельности выделяют огромное количество гликислоты и мы получаем сыр с огромными глазками, такие как будто полазили. Вот, как он называется? Маздам, да? Маздам, родомер и так далее. Очень много информации, друзья. Я действительно готовил все это, готовил для вас, чтобы ответить на максимум вопросам, поэтому вот со шпаргалкой. теперь поговорим о пастеризации. Нужна она или не нужна? Как ее правильно сделать? Для чего она делается? Друзья, если вы уверены в своем молоке, если вы уверены, если вы знаете корову в лицо, ну, я образно говорю, если вы знаете, что хозяйка чистоплотная, что она не в куче говнища доит это молоко, что она его процеживает, что она ухаживает за животными, тогда однозначно используем свежее молоко. Я сейчас объясню, почему. За исключением плесневых сыров, за исключением мягких сыров с плесенью. Дело в том, что, я не знаю, может это у меня так получается, но сколько мы не делали плесневые сыры, бри, камамбер, дорблю, репшалон, ни разу у нас нормальный вкусный сыр не получился из непастеризованного молока. Я обратился, это было на заре нашей сыродельческой, так сказать, деятельности, сыродельческой практики, я обратился к источникам и действительно все говорят, что для плесневых сыров лучше молоко пастеризовать. В процессе пастеризации, что такое пастеризация, вы наверняка знаете, кратковременный нагрев. В процессе пастеризации все бактерии, включая молочнокислые, включая плесневые, все бактерии, которые живут здесь в молочке, они погибают. И мы начинаем с чистого листа. Но есть еще один неприятный момент в пастеризации. Кальций, который находится в жидком виде в молоке и который участвует в формировании сгустка, выпадает в осадок. Ну, вот так вот, при температурной обработке. Поэтому, если мы пастеризуем молоко, обязательно, обязательно внесение хлористого кальция. О порциях внесения этого хлористого кальция я расскажу. Не переживайте, это никакой не химикат, это тот же кальций в связанном виде. Это соль, кальция, кальций, хлор. То есть, соль поваренная натрий, хлор, соль кальция, кальций, хлор. Но, если мы пастеризуем молоко и не внесем хлористый кальций, мы получим очень дряблый сгусток, его будет очень мало и образование его будет неконтролируемое. Как вы понимаете, от молока зависит, ну, для приготовления сыра от молока зависит все. Это основа. И вот мне часто пишут, а почему у нас получилось меньше? Ну, в первую очередь, мы не знаем, мы сами не доим, не смотрим за животными, мы не знаем, разбавленное это молоко, не разбавленное. Добавили туда что-то, не добавили. Поэтому, еще раз повторяю, идеально покупать молоко у фермеров. Если вы варите сыры постоянно, так как мы, не поленитесь, ездите к ним на ферму, возьмите бутылку хорошего коньяка, выпейте с хозяином фермы, может, две бутылки. Ну, познакомьтесь с коровками. По поводу пастеризации. Значит, пастеризации существует несколько видов, краткосрочная и долгосрочная. Долгосрочная называется термизация, и это лучший способ пастеризации молока для домашних условий. пастеризации методом термизации. Делается при температуре 62-65 градусов, выдерживаем молоко, постоянно помешивая в течение 15-20 минут. Таким образом, мы добиваемся гибели всех бактерий, но не нарушаем структуру самого молока, за исключением кальция. В промышленных условиях, что нам сделать, ну, вот, в классическом виде пастеризация, что нам сделать очень сложно. Это нагревание молока до 75 градусов и быстрое, всего лишь на 15 секунд, быстрое охлаждение. То есть, обычно это происходит с помощью форсунок, с помощью перегретого пара, непрерывный процесс пастеризации. Такое молоко, которое было пастеризовано таким образом, оно пригодно для приготовления сыра, для формирования сгустков. Но сейчас все больше и больше используют еще два вида. Первое, это ультрапастеризация. То есть, это пастеризация при температуре 135 градусов. Процесс пастеризации происходит всего лишь в течение двух секунд. То есть, молоко нагревается перегретым паром и быстренько охлаждается. Такое молоко, ультрапастеризованное, однозначно не пригодно для приготовления сыра. То есть, совершенно однозначно, если вы его видите, оно все чаще и чаще появляется на прилавках магазинов, если вы видите, что написано ультрапастеризованное, об образовании сгустка забудьте, ну как не забудьте, вы получите сгусток, но получите, может, 20% от желаемого количества. То есть, грубо говоря, возьмете 10 литров молока, будете рассчитывать получить килограмм сыра, а получите 300 грамм. Естественно, чем выше температура, тем хуже молоко становится. Поэтому, еще раз, для домашней пастеризации, если вы не уверены в молоке, если вы не знаете корову в лицо, или если вы делаете плесневые, мягкие сыры, молоко нам нужно пастеризовать. Вот, кстати, мы сейчас этим процессом занимаемся. Отогреваем его до температуры 62-65 градусов, 15-20 минут, помешиваем, вся ненужная нам флора погибнет, и при этом молоко у нас максимально сохранит свою сыропригодность. Также, ну это в Западной Европе, в основном, в Америке, очень сильно, очень сильно развит процесс гомогенизации молока. А я сейчас прочитаю, что это такое. Гомогенизация представляет собой физический способ обработки молока, который препятствует отделению сливок. В ходе гомогенизации молоко пропускается под очень высоким давлением через экраны с тончайшей сетки. Турбулентность, вызванная таким сильным воздействием, разбивает капельки содержащегося в молоке жира на более мелкие частицы, которые уже не способны всплывать на поверхность молока и образовывать сливки. Ну, в общем, я много информации о гомогенизации, тут несколько абзацев не буду. Такое молоко однозначно непригодно для приготовления сыра. Все, точка. Теперь, друзья, если мы пастеризовали молоко, как я уже говорил, надо вносить в него хлористый кальций. Значит, хлористый... Мы, кстати, хлористый кальций можно вносить и в непастеризованное молоко, но в значительно меньших объемах. Тогда мы получаем более... Немножко увеличиваем количество сгустка. То есть лишнего этого кальция не будет. Немножко уменьшаем, увеличиваем количество сгустка. И главное, мы более... Все-таки молоко живого существа. Мы получаем более прогнозируемый результат. Поэтому, если вы не хотите, можете не вносить. Но я рекомендую в непастеризованное цельное молоко вносить одну четвертую стандартной дозы хлористого кальция для пастеризованного молока. То есть, сейчас расскажу о дозах и здесь все будет написано. Как бы у вас будет текстовый блок для этого, вы сможете со всем этим ознакомиться. Итак, в молоко добавляют раствор хлористого кальция из расчета от 10 до 40 грамм безводной соли на 100 килограмм молока. Соответственно, на 10 литров убираем нолик. Получаем от 1 до 4 грамм безводной соли на 10 литров молока. Я рекомендую в непастеризованное молоко вносить 1 грамм, в пастеризованное начиная от 2 грамм. Ну, как бы норма, это промышленная норма. Я взял норма 4 грамма сухой соли. Но, естественно, сухим кальций-хлором мы молоко солить не можем. Нам надо приготовить раствор. Так вот, как его правильно приготовить. В 100 миллилитрах такого раствора должно... А, сейчас, 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 сейчас. Для приготовления раствора хлористого кальция используют воду с температурой 80-90. Из расчета, как бы расчет, ну, грубо говоря, мы берем нужное количество, допустим, нам надо на 10 литров молока к примеру, 2 грамма кальция сухого, хлористого. Мы отмерим эти 2 грамма, растворяем его именно в горячей воде, потом эту воду остужаем, ну, этот раствор уже остужаем, даем ему остыть, и потом уже вносим молоко. Вы скажете, ты же только что сказал, что кальций при температуре распадается. Да, чистый кальций, но не соль кальция. Дело в том, что для того, чтобы получить соль кальция остается стабильной. Для того, чтобы получить хороший соляной раствор, именно раствор соли кальция, именно его надо растворять в горячей воде. Опять же таки, эта информация из промышленных учебников, из учебников по промышленному сыроварению, такая технология. Я объясняю это как я вижу. Поэтому, если вы с чем-то не согласны, пожалуйста, напишите в описании, что там, здесь ты ошибаешься или здесь ты сказал не совсем верно. Я всегда к этому очень по-доброму отношусь. Давайте попробуем резюмировать вопрос сыропригодности молока и я на этом буду заканчивать. Итак, для того, чтобы приготовить хороший, качественный сыр в условиях крафтового сыроварения, то есть домашнего сыроварения, желательно молоко свежее, ручной дойки от здоровых животных, которые пасутся на пастбище. Желательно, чтобы молоко было не пастеризованное, желательно, вернее, обязательно, чтобы у этого молока, чтобы оно созрело, чтобы у него прошла бактериоцидная фаза, о которой я рассказывал. Желательно, чтобы молоко не было разбавлено, совершенно категорически, чтобы в него не были добавлены антибиотики и вот эти вот, что там? Аммиаки, соды. Аммиаки, соды, все время забываю, но извините, пожалуйста. Вот, и однозначно не подходит молоко ультрапастеризованное и однозначно не подходит для сыроварения молоко гомогенизированное. Молоко, всякое молоко длительного хранения, оно содержит антибиотики, оно тоже не подходит. Друзья, старался, как мог, раскрыть для вас тему молока. Если у вас остались еще вопросы, пишите в комментариях, мы на все с Ларисой комментарии отвечаем и надеюсь, это видео было для вас полезным, друзья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего нового, а мы будем снимать для вас новые интересные рецепты, в том числе и сыра. Всего доброго, пока!